видео журнал горячий мастер представляет крыша купол или мастер на колимне купола многие обращаются с просьбой помочь построить купольный дом либо организовать какие-нибудь чертежи на тему постройки купола вообще над домом купольные дома это что-то такое экзотическое и пришло к нам оттуда таких домов мы раньше не видели но теперь они появляются и все чаще я вижу такие дома которые идут в ремонт люди не знают почему происходит масса проблем подобных домах и поэтому постоянно спрашивают в чем же проблема как исправить вот такие вот жуткие картины когда дом вроде построили таким пасхальным яичком и он буквально за годик-другой превращается в такое вот обстуканное об стол пасхальное яичко вот такой вот помятенький дом как будто его действительно ложечкой большой снаружи великан обработал обстучал чтобы почистить и скушать действительно жуткие кадры ведь вы понимаете что люди которые строили они же сохраняли какую-то форму куполообразную и не было вот таких вот жутких вмятин в крыше от чего же они случаются чтобы все смотрели посмотрите какой удивительный дом какая красота это что-то необычное а проблема возникает от незнания того как купола вообще строились и для чего они были нужны я встретил несколько куполов которые не знают как завершить то есть деревянную работу сделали потом этот купол некоторое время стоит его обтягивают какой-нибудь пленочкой или мембраной и долго ломают голову как же довести этот купол до ума чтобы он как говорится простоял долгие годы но так получается что вот это вот пленка или мембрана не важно что вот так вот и остается на продолжительный срок крыши для этого купола потому что никто не знает как на самом деле строить такой купол из чего а видите вот этот купол это чистый парничок внутри в нем видите пар а люди скажут это специальная мембрана да какая бы ни была мембрана она все равно будет на солнышке парничком и вот под этим под этой пленкой скапливается жуткая влага просто сырость понимаете которые некуда деться из-под этого купола видите вот эти вот следы влаги с внутренней стороны под пленкой от чего они дом это сырость вот посмотрите как работает обычная вытяжка с кухни вот ее включает время от времени и она работает и какой она выкидывает влажность на улицу это не выход котла отопления это именно включили вытяжку когда на кухне что-то пытаются приготовить и это не дым от мангала идет на улицу это идет сырость и влажность и когда эта сырость и влажность собирается под вот таким вот куполом который построили сами не зная как кто научил неизвестно то вот эта сырость и влажность лезет со всех щелей в этот конструктив этого купола и этот купол не может выпускать из себя эту влажность через вот подобные вентилирующие подку под крышное пространство устройства в обычном скате скатной кровли можно установить вот такие вот вентиляторы кровли они будут проветривать вашу под ваше подкровельное пространство по мере возможности конечно если будет лежать снег то такие ничего не проветрят но если и этого даже невозможно поставить в подобный купол или если это поставить то нет гарантии что все равно не вспучится вот посмотрите крыша у которой есть подобные проветривающие подкровельное пространство устройство но это крышу все равно вспучило а чего же ее вспучило и не всегда причиной подобного явления является внутренняя сырость самого помещения которое невозможно проветрить и эта сырость так или иначе попадает подкровельное пространство на самом деле неправильный выбор кровельного материала и вы видите горизонтальную кровлю мягкой черепицей что делать запрещено должны быть уклоны для строительства крыши и вот эта крыша эти черепицы они ведь должны крепиться как-то к самой кровли к самому вот этому каркасу то есть это все черепицы прибиваются гвоздями но если прибиваются гвоздями то так или иначе все это дышит и шевелится и на горизонтальной кровли вся эта вода попадает под кровлю снизу у нас либо мембрана либо пленка и в итоге все это создает парниковый эффект и все это гниет как вот с этого дома сорвали всю верх внешнюю кровлю все покрытие и заменили ряд досок которые просто напросто прогнили сколько раз вы сможете на своем доме проводить подобную процедуру если вы построили вот такую вот горизонтальную крышу из мягкой черепицы и вы думаете что эта крыша будет держать воду будет держать ливень как же она будет держать ливень если под эти черепицы вода затягивается даже наверх вот посмотрите есть такие жуткие примеры когда подобной кровлей кроет совершенно горизонтальные участки крыши вот этот вот участок крыши я собственный как говорится рукой снимал в сочи и если у людей хватило смелости построить такую крышу то много людей будет строить подобную крышу потому что как говорят это экономит некоторые средства то есть это некий гибрид между совершенно плоской кровлей и чем-то таким более менее скатным но на самом деле это жуткое заблуждение и подобных подтверждений видео подтверждений для вас у меня всегда хватит вот еще подобные участки где подобная же мягкая кровля переходит в абсолютно горизонтальные участки и в этом случае какая бы ни была конструкция и форма самого дома и самого каркаса крыши то эта крыша будет всегда гнить вздуваться вспучиваться и вы будете получать вот такой вот жуткий эффект значит нужно понимать что купольная крыша она в какой-то своей части может быть купольной но верхней части она не может быть абсолютно плоской значит вот такая вот крыша с плоской кровлей из мягкой черепицы она абсолютно непригодна для любого вида строительства на купольной крыше должен быть некий колпачок верхней ее части или заостренная вершина у купола должна быть а если на такую крышу просто поставить некий шпиль или какую-то тумбочку то это тоже не спасет эту крышу от проблем вот я вам предлагаю старинный способ изготовления кровли над куполом но это конечно храм и его делали руки правильные как говорится честные и вот у этого купола видите совершенно нет верхней части никакой плоскости на крыше абсолютно сделано все с заострением верха купола чтобы вся вода максимально быстро из этого участка крыши убегала и не накапливалась и не стремилась попасть какие-либо щели это очень важно понимать а когда вот такую крышу люди строят и думают что она будет держать воду есть физики такие капиллярные явления когда вода может подниматься по узким щелям вверх то есть в земле вода грунтовая поднимается по узким щелям под землей до самой поверхности и тема таким образом растение получает влагу так и здесь вода попадает под саму кровлю пропитывается под те гвоздики которые укрепляют вот эту вот черепицу вот этот вот кровельный материал в итоге происходит гниение размокание вспучивание и разрушение самой кровли но люди скажут а как же нам тогда избавиться теперь от внутренней влажности вот которая находится под вот этой вот пленкой или еще кто-то скажет под мембраной ответа у меня на эту историю нет можно просто не делать подобные кровли если как говорится вы сами не знаете как их построить потому что просто так взять и применить некоторые методы которые применяются в простых кровлях они могут и не помочь как я вам показал крышу с подобными устройствами для проветривания под кровельного пространства которые не спасли крышу которая построена неправильно и опять же люди скажут мастер нагнал жути рассказал что это делать нельзя это плохо сплошной негатив и опять же за свои жалкие 15 минут так и не научил настроить дом но как я вас могу научить строить дом за 15 минут у меня 500 видео уроков посмотрите их всех подряд записывайте мысли в тетрадку все идеи которые я вам говорю и тогда вот вы не построите вот подобный дом который у вас будет разваливаться и как говорится может его ветер сдует в итоге потому что все там может быть прогнившие и опять же вот про эти пленки я думаю если строят купол то под этим куполом мне кажется жить нельзя то есть это должно быть холодное проветриваемое чердачное помещение из которого вся влага улетает на улицу через какие-то специальные слуховые окна верхней части этого купола нижний жилой этаж должен быть абсолютно гидроизолирован чтобы никакая влажность не попадала под эту кровлю и не добавляла сырости в нем то есть когда мои зрители обращаются ко мне и многие обращаются за консультацией помочь построить нам купол говорят что это будет эффектно я всем говорю так наколоть купола не каждому как говорится по фигуре нужно иметь определенный авторитет чтобы просить чтобы мы накололи купола так и в крыше если вы имеете деньги если вы можете заплатить рабочим которые занимаются подобной работой которые имеют правильные инструменты и материалы то тогда купола вам как говорится доступны если вы ничего этого не имеете то уж стройте обычную крышу и не придумывайте себе никаких ненужных вам проблем